в предыдущем видео я рассказал вам о том что такое остеохондроз и почему это не является приговором то есть почему он не должен стать приговором и что в принципе нужно делать для того чтобы замедлить самостарение позвоночника то есть замедлить именно течение этого вот остеохондроза как раз и не допустить его проявлений в виде всяких осложнений таких как боль тугоподвижность ограничение подвижности или полная там утраты и в том числе из-за той же самой боли или дегенеративных процессов ярко выраженных вот об этом рассказал и обещал что расскажу в следующем видео то есть в этом о том как надо профилактировать нас осложнения но остеохондроза в шейном отделе позвоночника вот а также если у вас уже осложнения были то как а после нас извлечения этих осложнений продлить стойкую эмиссию то есть к добиться стойкой эмиссии чтобы уже повторных осложнений больше не было или чтоб они были очень редкими и не ярко выраженными я рассказал о том что для того чтобы профилактировать остеохондроз нужно двигаться да то есть между всеми суставными сочленениями и межпозвоночными суставными сочленениями ежедневно должна быть подвижность то есть хотя бы иногда тогда значит гибернетическая система наш организм он четко понимает что данное место в жизнедеятельности организма она востребована и соответственно замедляет там атрофию то есть туда нормально будете кровоток и не будут дегенеративных изменений если там подвижности не будет то они возникнут очень быстро и остеохондроз он себя очень быстро проявить вот так вот значит что нужно сделать нужно двигать как говорится головой ничего не расскажу нового да надо делать разминку шеи все банально вопрос вот в чем вопрос в том что разминая шею нужно задействовать все оси и плоскости в рамках нормальных физиологических амплитуд нормальные физиологические амплитуды можно посмотреть по таблицам и по справочникам до по биомеханике по кинетике на самом деле нормальными являются те которые для вас нормальными являются а в данный момент если вы это будет делать часто они расширятся да я не говорю про то что возникнет не какая-то и гиперподвижность которая тоже патологии до является для того чтобы ее не возникало нужно выполнять упражнение еще и для стабилизации но это уже нужно тем у кого наоборот есть как бы расхлябанность позвоночника то то есть из избыточные подвижность мы сейчас же говорим о том чтобы не было туго подвижности чтобы наоборот были задействованы все движения вот так вот сейчас я покажу вам эти оси и плоскости в которой должна идти работа упражнения не занимают очень мало времени могут выполняться в любом нас абсолютном месте выполнять упражнение надо начинать с самых самых физиологичных амплитуд я и с движений я поясню если вы начнете с не совсем к физиологичных то если вы этим недавно начали заниматься и как сказать у вас есть изменения связанные с возрастом или гиподинамии то на первых этапах даже может быть эффекты и не очень хорошим могут быть головокружений из-за вертебра базилярной недостаточности то есть из-за сосудистой недостаточности вот так же если уже дегенеративный процесс какие то есть то вам просто будет неприятно или даже возникнет какой-то болевой синдром поэтому надо начинать с обычных физиологичных амплитуд опять же вот еще важный момент я пока сразу подчеркну что значит чем сам здоровее и моложе человек и ее проявление вообще никаких остеохондроза субъективно не замечает тем можно делать упражнение быстрее ну сами движения несколько даже вещи и это будет нормально если же человек находится в возрасте в возрасте всегда есть изменения функциональные и есть органические все как мы выяснили что сам остеохондроза это физиологический процесс если человек ему там за 50 за 60 у него позвоночник тоже уже не молодой хотя может быть абсолютно безболезнен абсолютно себя чувствовать он может великолепно но тем не менее уже процессы старения там есть все движения делаются более плавно немножко как бы замедленнее и и не так резко вот итак начнем самые едве физиологичные вещи что делает наша голова это наклон вниз ну вперед и назад запрокидывание головы вот банальнейшая вещь да но в чем вопрос если вниз мы еще голос так опускаем часто то вот и вверх поднимаем очень редко абсолютно большинство людей если задумается то вспомнить что на звезды смотрели или звездное небо или любовались там небом к высоко задрав голову на самолет смотрели последний раз на может несколько дней назад а кто-то даже скажет а я и даже и и не помню когда то есть голову мы вверх поднимаем редко а что получается если мы постоянно смотрим вниз и редко поднимаем голову вверх то соответственно мышцы передней поверхности становятся короче то что они не растягиваются вот и в этом положении в принципе голова привыкает к положению она фиксируется и что возникает возникает некая сутулость такая почему что голова все время вниз и потом значит когда уже голова почти никогда не поднимается вверх никогда не поднимается вверх то чтобы посмотреть вперед куда-то подальше идет вот так не возникает вот такое положение то есть это неправильное положение совершенно так быть так быть не должно вот поэтому что нужно сделать нужно встать так как будто вы прислонились к стене сзади лопатками расправить плечи и в этом положении и встать поэтому в пояснице ложбинку надо чуть-чуть убрать то есть не нужно спину прогибать нужно ее расправить и таз немножко под себя то есть как будто сзади приложили теннисный стол или к стене вы встали вы так и можете сделать на самом деле к стене на начальном этапе встать вот и вы голову поднимаете вверх при этом не меняя положение плеч и не прогибаясь пояснице прогибаться пояснице голову поднимая вверх иначе вы будете голову поднимать не разгибанием в шее а прогибанием поясниц это очень важно на самом деле кажется вот разминка банальная но и и тем не менее над делать уметь все равно вот встали вверх желательно каждые движения немножко доводить что такое доводка вы запрокинули голову вверх просто легко легко без напряжения а потом немножко силы и мышц чуть-чуть довели назад когда мы на голову запрокидываем мы делаем вдох и доводим еще больше получается так вперед теперь то же самое значит не наклоняемся вперед а наклоняем голову мы подбородком тянемся к иремные вырезки это вот самый верх от грудины тянемся сюда и скругляемся при этом как бы шею делаем немножко круглый таким образом не вперед наклоняемся да и не вот такую голову вперед наклоняем когда лицо вперед смотрит а скругляем делаем так же вниз опустили и и доводим получается так вот так делается 10-15 раз если вы себя великолепно чувствуете делать это каждый день его молоды то делается вообще достаточно быстро более медленно варианте если вы это никогда не делали раньше лучше вам в любом случае делать это немножко замедлено то есть торопиться не на вот второе физиологичные движения это повороты головы в стороны стороны поворота в сторону это физиологично головой мы конечно крутим вот выполняется в том мы с теми же принципами сам с теми же принципами мы делаем то есть расправили плечи выровняли спину делаем поворот значит повернули и потом доводка поставим исходное положение повернули и доводка повернули доводка повернули доводка как дышать смотрите не из два варианта значит используются который то есть первый вариант это когда вы работаете на выдохе вдох у вас идет в центральном нейтральном положении то есть вы вдохнули сделали выдох и довели просто да это очень удобно делать когда вы работаете медленно когда вы работаете быстро то рекомендуется делать по-другому немножко проще вы на вдохе работаете в одну сторону на выдохе в другую потом сделав это 10 раз вы меняете то сделайте вдох уже при работе в другую сторону что важно чтобы этом голова не была вперед наклонена вот так иначе вот тогда возникает неправильный физиологический поворот неправильно в этом положении будет что происходить будет происходить разбалтывание позвонков то что они работать будут не в тех амплитудах и не в тех осях в которых они предназначены у каждого сустава есть свои оси работы вот если колено или если локоть гнется вот так вот то не может работать при по-другому любая другая направленность его работы она разболтает сустав то будут развод на колье она точно также может сделать так что на станет нестабильным и плечо и все остальное то есть это очень просто очень можно сделать так что принести себе вред поэтому на самом деле важно правильное положение вот поэтому я про спину вам еще напомню раз спина абсолютно прямая как будто вы к столу тонистому стали прислонились еще и затылка вот абсолютно ровно спина и теперь вы делаете поворот и при поворотах вы не запрокидывайте голову вверх и не пускайте вниз конечно это физиологичное движение и это физиологичное движение вроде их самосочетание будет тоже физиологичным когда мы будем наклонять например голову под 45 градусов верно совершенно но это можно делать только тогда когда вы освоили уже стандарт то есть сначала мы пишем буквы а потом слова освоить надо стандарт и правильное положение иначе если вы станете неправильно спину сутулить и голову вперед да еще будете делать к чем это под углами по каким-то косыми в итоге толку от этого точно не будет больше того промежуточные положения мы прорабатываем а в сложном упражнении сложном движении как вращение головой в некоторой литературе можно видеть что быть неправильно что это делать упражнение ей не нужно не нужно скажу на самом деле нужно понимаете она является физиологичным человек головой крутит он ее и поворачивает и запрокидывает и может посмотреть по всякому то есть это нормальное движение принципе поэтому то есть избегать его не надо но выполнять его нужно обязательно в самую последнюю очередь если вы занимаетесь именно профилактикой то есть ухода за профилактикой вот если вы делаете перед внутрировкой разминку какую-то здесь зависит от того насколько высока готовность вашим вы можете если вы знаете уже себя и вы часто делаете то есть у вас к вам проблем шеи вообще нет проблем нет можно с этого даже начать но есть маленький нюанс который я рекомендую всем начиная вращение головой не надо пытаться сразу же голову положить себе на плечи прокатить ее по груди и этом затылком коснуться 7 шейного позвонка нет смотрите сначала ну опять же делать спину ровно амплитуду мы делаем минимальную то есть мы голову немножечко пока чем и чем дальше тем больше раскручиваем и больше закладываем ее и уже потом можно про если это не вызывает никаких ущемлений в шее нету никакой болезненности да можно сделать амплитуду больше если же вы сразу покатите голову так у вас может что-то клинануть и все я еще раз говорю что не всех касается это касается тех кто только начал это делать или есть возрастные там изменения какие-то и все такое прочее человек которого все нормально он с утра может стать и спокойно покатать голову по плечам не проблем вообще никаких не будет если же у вас они есть то есть у вас уже был остеохондроз нам только начали заниматься лучше начать с амплитуд малых с малых амплитуд увеличиваете если это не вызывает никакого дискомфорта то прокатываете полностью при этом важно не сутулиться и не катать голову сутульными плечами плечи должны быть абсолютно полностью расправлены и точно также в другую сторону амплитуды маленькие маленькие увеличили увеличились и покатали в общей сумме 20 раз то есть 10 амплитуда маленькая 5 больше и уже 5 на полную амплитуду делаете на самом деле все просто получается да вот и еще значит продвинемся дальше какие есть еще движения не во всех суставах но в некоторых в частности в шее есть такое движение как скольжение есть в шее один сустав который делает движение с скользящие вот такое решение вот такое некоторые умеют стороны так делать головой это вот уже не физиологичное движение это она я не говорю что она вредная но специально делать его не обязательно и стремиться к нему не нужно если только вы не танцор там какие-то восточных танцев вот а вот это вот движение она нужная что важно если вперед голова что идет достаточно легко вообще многие так и по жизни ходят суда копочной головой то важно уметь это водить до конца назад так вот когда мы назад и ведем важное при этом не запрокидывать вверх а двигать так как будто вы положили вот так на стол и по столу вы двигаете голову вот такой движение вот такое движение скользящие движение вперед и назад важно не только вернуть в исходное положение голову но и довести довести здесь дыхание произвольное ведь я даже говорю спокойно и мне ничто не мешает кстати вернусь немножечко назад когда мы голову то вращаем если на малых амплитудах в общем то все равно как делать то на больших амплитудах когда мы голову запрокидываем назад идет вдох спереди проводим видов это сейчас так и также любую на малых это не так но актуально но в принципе можно делать то же самое здесь дыхание произвольное как можно вдох вперед делать а можно оборот делать выдох вперед важно же плечи были ровные таз убран бери подобран под себя и вы голову не просто вперед выводить а до конца не просто назад убирали в исходное положение немножко доводили до конца при этом важно не прогибаться спине и и не поднимать плечи некоторые вот так плечами это делать вот это делать не нужно работает только голова и теперь еще одно сам сложные движения уже скольжение но только еще с добавлением кругового движения когда голова скользит двигается при этом по кругу вот такое движение и обратно то есть начинается опять же с маленьких маленьких амплитуд амплитуда делается больше и в другую сторону точно так же вот в принципе если каратенечко то и все сейчас я покажу вам целиком этот комплекс буду делать я его так как я подготовленный человек я буду делать его быстро для неподготовленных и для тех у кого есть изменения какие-то кто делает аккуратно все будет замедленным в два-три раза а быстро это делается так вставь и начали и и и и и и Вот и все. Все. Это в реальном времени. Вы на видео можете просто засечь, сколько это заняло. В худшем случае займет это в три-четыре раза больше, но не больше. А в итоге и достаточно делать один раз в день, но каждый день. И все. И проблем с шеей у вас не будет никогда. Или если они у вас уже есть или были, если были, то будет ремиссия стойка. Если они есть, то это даже поможет эти проблемы не столько предотвратить, не столько вылечить, сколько застабилизировать, чтобы не было хуже. А вот лечение – это уже лечение. То есть там может быть и медикаментозная терапия, и специальные упражнения для стабилизации и релизинга мышц. На эту тему у меня будут еще другие видео. Это видео на другую тему. Вы поняли. Это мобилизация всех межпозвоночных сочленений в шейном отделе позвоночника. Вот это тема этого видеоподкаста. Это является самой непосредственной профилактикой осложнений остеохондроза в шейном отделе позвоночника. Самой легкой, самой простой и, как это водится, самой действенной. А встретимся мы в следующем видеоподкасте. Я расскажу вам то же самое, как мобилизацию проводить в грудном отделе позвоночника. То есть как работать над грудным отделом позвоночника. Над межлопаточной зоной, которую очень трудно сама будет проработать. И где чаще всего и бывают те ущемления, которые мимикрируют заболевания внутренних органов, то есть органов с грудной клетки. Чаще всего симулируя какие-то заболевания сердца. То есть когда тяжесть с грудиной, сжатие, сердечный яболит, мышцы. В самом деле это не ишемическая болезнь сердца. В смысле может не быть ишемическая болезнь сердца, а вот такая проблема быть. Это, скорее всего, межлопаточный остеохондроз, проявление его. То есть осложнение в виде вот этой вещи. Я расскажу, как эту зону прорабатывать. Она в проработке самостоятельной довольно сложная. Вот мануальный терапевт это легче сделать, да кто-то. Но чтобы это самому сделать, вы же не будете постоянно к мануальщику ходить. Больше того, это вредно часто быть у мануальщика. Иначе можно, наоборот, все разболтать. Вот. А я расскажу, как это делать самостоятельно. Как мобилизовывать самостоятельно межпозвоночные сочленения в верхнем грудном отделе позвоночника. Все. Увидимся в следующем видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок